Девушки отдыхают Вместе с любимой до самой старости в жизни нет ничего прекраснее, Анурбей. По себе знаю. Я как раз на вас и равняюсь. Таких пар сегодня мало можно встретить. Верно. Как Аллах все устроил. Если бы мне пару лет назад сказали, что я приму как собственную дочь свою бывшую невестку, которую я вычеркнул из жизни, что она выйдет за порядочного мужчину замуж, я буду сидеть с ними за одним столом. Я бы сказал, этому не бывать. Такая штука жизнь. То, что мы считаем невозможным, происходит. Это благодаря вашей порядочности, Анурбей. И золотому сердцу, Шахризат. В доме несколько комнат. Теперь можете оставаться ночевать, когда приходите к нам. Останемся, конечно. И малыша привезем. Правда, букет? Угу. Что, Бурчин? Нет, Умута. У нас есть еще один братик, Умут. Почему я его ни разу не видел? Потому что он к нам только недавно приехал. Вы, наконец, забрали ребенка. Я так рада. Забрали, забрали. Но я даже не знаю, что будет с этим ребеночком, Шахризат. У него есть такая бабушка, как вы, Надид Аханым. Что еще нужно? Какой же Умут счастливый. Мы сегодня есть, а завтра нас нет. Ребенок останется на плечах Али Кемаля. Он же отец. Будет о нем заботиться? А мачеха? Какая мачеха Надид Аханым? Али Кемаля и Фессон разве не развелись? Ох, и не спрашивай, Шахризат, не спрашивай. Что случилось? Али Кемаля нам теперь нужно женить. Почему? На ком женить? Внучка тети Бурханбея была у нас в гостях. И Али Кемаль с ней. Да что вы говорите? То есть он вынужден? Шахризат, любимый, мы не садимся за стол? Мы уже идем, дорогой. Каан, девочки, идите за стол. Идем, мама. Пойдемте, Бурханбея за стол. Да, идем. Прошу, садитесь. Что, вы не садитесь? Что, и так беспокойство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Девушки отдыхают. Подлый человек. Я начинаю беситься, когда думаю, что во мне гены этого типа. Его существование висит надо мной, как мрачная тень. Чьи это руки? Его или мои? Они похожи на его? Если похожи, мне хочется их отрезать. Кирим, дорогой. Как мне избавиться от этой тени? Успокойся, любимый. Пожалуйста. Я буду хорошим отцом нашему ребенку, Бену. Лучшим отцом в мире. Как и Юпинжо Углу. Мой отец он. Значит, он велел не показываться ему на глаза, да? Он прав, дочка. Что бы он ни сказал, он прав. Я тогда сбежал. Отлично, зная, что эта молодая девушка беременна, я сбежал. Сказал, давай завтра в пять встретимся у Байлана, и все на этом. Два года я вообще не появлялся в Арнавуткёе. Выходит, я зря боялся, что встречу ее. Она была уже давно мертва. Что? Нет. Бедняжка. Да ладно. Она догадалась, что я смоюсь. У нее был такой взгляд, когда она уходила, что любой человек от такого взгляда вены бы себе вскрыл. Но я смылся. Вот такой человек твой отец. Не грусти, отец. Твой сын ничем от тебя не отличается. Появился передо мной, как будто мне нужен был брат. Сказал, я твой брат. После этого чек выписал, поговорил с адвокатом, остановил опись в магазине. Да бог с ними, с деньгами. Что бы мне провалиться, если мне хоть куруш от него был нужен. Но он меня обрадовал. Я уж и решила, что жизнь не так уж плоха. Что и вправду бывают чудеса. Вот. Вчера не было брата, а сегодня есть. Есть человек, на плече у которого я могу поплакать, если что-то случится. Но нет, отец, он пропал. Вот и вся братская любовь. Вот так несколько человек видел.